Всем привет дорогие друзья! Сегодня для вас мы нашли немножко развлекательного контента. Это Дэнди на Пудже, приятного вам просмотра. Обязательно подписывайтесь на наш Телеграм, если вы все еще не подписаны. Мы иногда подрубаем стримы с наших каналов, причем всегда с разных, и мы оповещания в Телеграме в нашем делаем. Поэтому заходите, залетайте в него, обязательно подписывайтесь, ссылка на него будет в комментариях. Ну что, Дэнди на Пудже, легенда на легендарном герое. Легенда на легендарном герое, но почему-то без Хука, который недавно вышел в компендиуме, почему-то решил играть в самом сайте. Это же сет Дэнди получается, и он всегда играет на нем, я так понимаю, такая типа самореклама. Может быть. Вот до того момента, как у него вышел этот сет, он всегда играл с ДК Хуком на Паджике. Но вот как только этот сет вышел, он начал на нем. Ну, может быть, у него какой-то контракт на этот счет, кто его знает. Компендиум, конечно, подарил нам кучу приятных шмоток, много аркан, много различных обликов. Напишите, ребят, в комментариях, как вам компендиум, заценили ли вы, оправдали ли Вальва ожидания ваши. Мне кажется, что компендос, ну, на 8 из 10. Я думаю, что если бы какой-то ивент был бы поприятнее, нежели катакомбы, которые всегда были, возможно, десяточка из 10 было бы. Но Вальва хитрожопая. Интернешнл перенесли, и они решили собрать еще больше денег. Вот эти вот хорошие фук такой в упорах. Еще больше сетов, еще больше, соответственно, покупка левелов на компендиум, и еще больше денег для ГБН-чика, ну и для призового фонда Интернешнл. Сейчас времени будет собрать очень много, потому что TI перенесли. Вот, ну и посмотрим, осилим ли мы в этот раз 40 миллионов долларов. В прошлый раз рекорд сколько был? 34 миллиона, по-моему. Честно говоря, я даже не помню. Нас подбравят в комментариях, если что. Ну, посмотрим, посмотрим. Фук на пуджа обязательно зацените, кто еще не видел, но он реально прикольный. Мне чем-то он напомнил руку из прототипа, кто играл. Такая достаточно старенькая игрушка, может, ей уже лет 10. Прикольная игруха, кстати, была. Ну, для своего времени, да, она была топовая. Она была просто топовая. Миг против Sky Maga, ну, вообще не очень приятно стоять, наверное, миликом. Дэнди купил себе кольца, возможно, против снайпера, возможно, против Sky Maga, он понимал, что будет стоять. И просто нужен армор пуджу. Если он не подвышка, у него он мой армора. Вот его сильно пробивают из-за этого. Не, ну, очевидно, он думал, что он против снайпера будет стоять, поэтому колечки и прикупил себе. Думал, Гуля фармит, Акс плюс кто-то в харде будет стоять, но... Лишь риска я могу в мид поставить. И ком бездарность. Человечек фармил. Ну, больше такой, самодостаточный мидер, если его сильно не закрыли, то, в принципе, он стоять может, получит необходимое количество уровней и дальше уже пойдет бегать по карте. Эх, вот тут нужно было, скорее всего, чуть раньше уходить, ему было очень крепчиков, потому что сейчас приходится реагрить крипов, получать лишние, там, 3-4 тысячи кетская мага. Пропушили линию, просто вернитесь к своей вышке, начинайте раньше было очень крепок. Чтобы не терять так много хп, и вот рейнджа приходится контролить, в итоге ты просто все ресурсы всаживаешь. Да, дорого обошлось это действие. Нужно быть осторожным, потому что хп немного, пара тычка скамага, замедло плюс голубь, плюс еще одна тычка под подсвеченного пуджа от колубя. Нажимает флоску и просто отходит. Блин, больно. Больно, конечно, скаймаг делает. Флосочка на протяжении всего рота, получается, если рот будет в 4, верно флосочка будет регенеть, или ты работаешь до определенного левела раскачки рота, не знаешь? Еще раз вопрос, не понял. Сейчас формулирует сложно. Если нажимаешь флосочку, рот тебе не сбивает эту флосочку, правильно? Даже если рот в 4. А какая разница в 4 он или нет? Ну, просто знаешь, как с темпларкой работает, интересно. Захукает руну, законтролил. Темпларки, ты, допустим, первым ртом не сбиваешь рефракшн. Вот я подумал, может быть, уже как-то с ласточкой тоже так работает. То есть, если у тебя уже второй рот, то рефракшн слетает. Вообще-то странно. Вообще-то странно. И я помню такую информацию, да-да-да, что было такое. А это до сих пор так, может быть? Я уверен на 100%. Ну, вы написали бы в каком-то чейнджлоге, то что рефракшн-тар избивает. Таких особенностей много, но... То, что рот пуджа стал сильнее. Хук, Рубика. Хорошо. Хороший хук. Легкий килл для Дэнзи. Дэнзи же своя команда, кто-то вроде не в курсе. Команда бейтов и... Раньше там, в принципе, играли друзьяшки, что ли, Дэнзи. Теперь Леброн и Экскалибр покинули состав. Вот только сегодня сказал мне об этом. Не повезло Дэнзи. Видимо, с командой. Хорошо, разменялся в снах. Не нажал стихно. Но он бы умер бы все равно. Он, возможно, понимал, что все равно погибает. Но если ты нажал бы стиху, то ты выиграл бы немножко времени. Буквально там пару секунд. Гуля бы потратил open woods. Либо rage, чтобы добежать до тебя. Rage смс дает. Ну, это чуть-чуть времени для кентавра, который пофармит чуть больше крипов. В отличие от Гули, который не пофармит это время. Или просто не захотел тратить. Есть телепорт уже на нижней линии. Он не стал докачивать шестой уровень. Сейчас, возможно, будет фраг. Слушай, не на снайпере ли это, который без тп. А, да, он же только что умирал. Блин, отличный фраг снайпер в таверну. Блин, снайпер сейчас, наверное, подгорит. Прямо так нормально. Я думаю, что эра снайперов четверок она уже прошла. На протяжении месяца пикали четверку снайпера. Просто рашили транквил и аганим. Два слота. Вот сейчас, конечно, ошибка от тиммейтов была. Им нужно было подождать буквально 3 секунды. И потом давать замедление оценки и кинжал от мартри. И это был бы килл на аксе. 3 секунды оставалось до хука. Там и ультимейт уже был у дэндика. Роценки колба была все это время. Не знаю, почему он ее не нажал. Не сгоординировали как-то. Ну и к тому же Акс видел все это время о дэнди. Все это время дэнди под вардом бегает. То есть тут вард на пригорке. И у команды сил света, и у команды сил тиммейт. Блин, ну немножко бездумно, конечно. Вот этот кинжал сейчас был от мартри. Но зачем ты его кидаешь? Ну подожди, когда крипы отойдут от атакса, а потом кинь кинжал. Просто под замедление от кинжала прям кукать очень удобно. Герои практически нереально увернуться от хука под замедлением. Это сложно сделать. Даже если ты видишь пуджа и видишь, как он тебя кукает. Но из-за того, что ты замедлен, тебе не хватает мс, чтобы увернуться. На первый взгляд дэнди афк, но он проверял вижн. Он ставил в такой точке, где его по идее не должно было быть видно. Особенно ночью. И если там вар, то враги просто сюда не подходили. А у дэнди было пару секунд телепорт. То есть он простоял, вынул врага. Поспешил. Надо было подождать. Он думал, что скаймак будет добивать крипа. Но дэнди штепался на варде. То есть скаймак понимал, что дэнди в миде. Там же, если ты тепишься в определенную сторону, то ты примерно на враге понимаешь, куда тепался. Пучка. Герой разворачивается в сторону той вышки. Так, смог еще какое-то время подействовать. Хорошо, хороший хук. Да, нормально. В этот раз прям хук хороший. Еще и килл для дэнди. Тоже очень вкусно. Ну, на самом деле, если бы он сейчас не сделал бы фраг, конечно, это было бы печально немножко для него. Он бы сильно просел. Много, конечно, времени потратил. Смотрите, сколько он узкой мага забрал. Три рейнджа идут просто под вышку. Куча, куча милишников. И все это дэнди сейчас поддоняет. Вышка разобьет. Хорошо все получилось. Да, если вы убиваете в миде героя, вам нужно максимально быстро пушить лайн, чтобы ваши хрипы от вражеской вышки разбились, и пока враг сидит в таверне, он не получил бы экспы за все это дело. Дэнди всегда играет через один билл на пуджа. Я всегда вижу урну. Я всегда вижу блинг. Первая шмотка полноценной. Федерная попытка от дэнди выйти на эту линию, но его снова видят на варде. Он снова стоит на вижении. Ну и как хукнуть? Когда тебя видят, ну ты просто... Это невозможно. Это если повезло, и ты каким-то образом на манс, он снайпер видел. Да, и Дэнди уже это понимает прекрасно. Кстати, и снайпер понял то, что тут вижен. Его поперекали сейчас. Кто первый я снимет вард, тот победил кайт на этой линии. Возможно, смог стоит юзать, но это очень дорого. Если ты каждый раз на убийство вражеской четверки четвертого левела на девятой минуте тратишь смочок, а как потом выходить? А если враги везде вижен поставят? Что делать? Понятно. Интересно, Путч работает против Гуля. С одной стороны, Гуля, ну, раньше, по крайней мере, в процентах ел. Плюс у него рейдж есть, но с другой стороны, когда нажимаешь рейдж на лайфстиле, пусть тебя может просто укусить после пары секунд действия рейджа. Топит тут наверняка был лишним, либо его нужно было нажать чуть-чуть попозже, потому что они били Акса, потом могли наступить и побежать. Попойно догнать того же Рубика. Сейчас ошибочка небольшая была, чуть неправильно. Он думал, что Рубик правее, стрефонялся, скорее всего, хукавами туда. Слушай, скаймак, я не знаю, конечно. Зря он так разменивается, отдаёт при этом фрактам фантомочки. А здесь ещё и снайпер поставляется. Вот эти стики были. Паттл нажимать, искать. Говорим, что он выжил бы. А у него 16 стиков. У него стики рейндропы и урна. Отчёт не знаю, что это было в КДП, по-моему, на стики можно было нажать. Второй раз уже не нажимает. Но, скорее всего, когда ты играешь на Пудже, ты по большей степени находишься на втором мониторе, сейчас там общаясь. Не думаю, что в Тильте. Да, Дэди сейчас, кстати говоря, действительно он стримит, там чуть ли не каждый день. Смотрю, он на ключе прям часто. Последнее время подрубает. И, скорее всего, эта игра тоже была на стриме. Вряд ли наша ссылочка даст ему большой прирост аудитории, но мы оставим на Твиче ссылочку. Можете подписаться. Кто не знает, где он стримит, как он стримит. Очередной хороший хук от Дэндика. 3000 преимущества уже очень странно, конечно. Но пришёл, помог на сайт-линиях, плюс команда сильно не проседала. Кентавр, сильный лайнер. Кстати, у него ник Водин, только он обратил внимание. Ещё я как-то на иностранном шрифте. Я думаю, что это что-то ближе к Скандинавии по... по шрифту. Да, хочет купить себе блиндаггер следующим артефактом. Кто дойдёт, билдак не меняется. Хотя... Если какой-то плюсик будет. На самом деле, здесь, возможно, лучше бы был бы в форстаф. У тебя опция спасаться и спасать тиммейтов от Sky Maga очень важно. С даггером ты мало чем поможешь. Ну, вообще, форсит неплохой айтем, но он хочет в агрессивце играть. Я не думаю, что он выбирает шмотку именно на сейф. Типа... Блинк это... Если смотреть со стороны инициации, очевидно, шмотка лучше. На порядок. А тут есть лайфстиллер, до которого тебе нужно добраться, чтобы тот не успел рейдж нажать. Если вы напали в гулю, то он умер, очевидно. Если вы первый напали, то его нажать и рейджа. Плюс до Sky Maga добираться нужно. Поэтому мне кажется, что блинк в этой игре это прям хорошая шмотка. Плюс кентавр играет жадно. Он собирает себе сперва худ, потом собирает себе вг. То есть блинк появится не скоро, а не инициировать кому-то нужно. Возможно, это должна быть четверка. Хорошо. Тут четверка, что тут делать? Не попал под аграр сейчас. Увернулся, скажем так, от него. О, Роял Джелли. Вот это кайфово. Айдам. У него пришлось все хорошо. В этой игре. Да, у него цемка, у него боттл, стики, урна, рейндроп и регенят. Ты на руны подбираешь. Мана из хп проблем в принципе нет, но я думаю, что тут он даже некому отдавать. У всех все хорошо будет по ресурсам из-за кристалл Мэйтон в этой игре, поэтому сам можно забабахать. Первый Л Джелли. Агрессивно кентавр играет. Если раньше, кстати, Гуля очень хорош был против кентавра на линии, то сейчас я даже не знаю, как это работает. Ну что, ты вроде как регенишься, но ты не вырываешь процентаж у кентавра. Раньше с фестов. Вот и закончился стрик в Пантомке. Бездарность оформляет 600 голды себя. Загил. И собирает Атос после парочки крипов. Если начередная стампит, хороший хук под конец колбы. Успел добежать. Вот в некоторых случаях очень круто на прежде смотрится фейзи. Вот именно в таких случаях когда тебе нужно успеть добежать. Тут благо стампит был. Это и армор от фейзов. И тычечка поприятнее. Гуля понимал, что будет хук. Стрифанулся. Если бы дистанция между ними могла быть, если была бы дистанция чуть поменьше, можно было бы сразу вправо кидать на на ту точку, на которую в теории Гуля мог стрейфануться. Вот фиксы-фиксы, амия Скаймак все равно как был противным героем, так и остался. И все равно его берут в мид и он все равно ходит и так же убивает и раньше. Как тебе Скаймак? Ты вообще слабо играешь. металл? на четверке окей. На миде мне кажется, это супер слабо. Да, его потом проходит определенная стадия, скажем, первые 15 минут игры, может быть 20, наверное, максимум, когда Скаймак может что-то ходить и что-то делать. А потом он просто фокусит и за секунду умирает. Просто буквально за секунду. Я думаю, что даже в нормальных играх, где, в принципе, на линиях все ровно, знаешь, нет никакого такого развала просто ставится в Ардике и, ну, либо Скаймаку приходится тратить несколько смоков, а потом ты просто бегаешь по мапе ничего не делая, либо, ну, он стоит просто фармит медочек, не убивай никого. Не знаю, мне кажется, что герой он может выступать хорошим лидером, но мне кажется, на рейтинге до 5000, да, выше 5-6, даже, тысячи, выше 6 тысяч, мне кажется, его уже начинают сильно переоценивать. Возможно. Опять же, брать на ласпи какого-то Скаймаку, какая игра должна быть для Скаймака? Чтобы врагов не было контроля, чтобы там не было супермобильных героев, не было сейва, а на хайпатесе, как правило, всегда все это есть. Ну, на рейтинге, вот сколько мы с тобой записывали топов, да, в топ-100 игроки, в топ-100 игроке, в топ-100 игроке, ни одного Скаймака не было, за уже последние полгода, может, даже год. Может, один какой-то такой загульный появлялся, вот типа этого. Но это у Дэнди сейчас не супервысокий ранг, 376, поэтому у него в команде, ну, пятисотники, я думал, тысячники будут. Он Скаймак, 460 ранг. Но, судя по всему, он какой-то бустер, потому что 31 левел аккаунта, и в профиле мипарик, брутка, пускар. Даже руна не спасает. Слишком сильное замедление. Ну что, игра немножко для пуджа приостановилась. Взял себе урон рот вместо армора, я не думаю, что армор даже против сильных физ героев заходит, если мидер, потому что это ускоряет твой фарм. Но сам себе пудж так много урон наносит под талантом еще. Резиста у героя, несмотря на прирост силы неплохой, у него теперь, как и у всех, 25%, потому что перки от силы убрали. Теперь сила не дает тебе Magic Resist. В этом уход, мне кажется, один из таких необходимых айтемов на пуджике. По многим причинам. Есть там пит, там фантомочка начала агрессировать на акции, и фантомочка, по идее, должна умирать. И вот нормально разделила урон. Может быть, еще поживет, а там влетает ультимейт. Хотя, если бы фантомка, ладно, она все равно умерла. Возможно, если бы она сразу стояла в ультинской мага, то они оба выжили бы и очень быстро дали бы ДПС по скаймагу вдвоем уже. успели бы забрать. А возможно, она тоже умерла бы от ультимейта. Кто знает. Скаймаг, культ левел 2. Очень много. Но и худ в этой игре, он и против скаймага хорош, там, снайпер тоже, плюс рубик, плюс свой собственный рот по тебе дамажит. Поэтому крайне прикольная шмотка. К тому же с блинком, как это работает. Если вам урон не наносится, то вы можете блинковаться. Грубо говоря, скаймаг кинул вас голубя, то блинк не собьется, потому что у вас нажат худ. Урона не хватит, чтобы пробить худ одним голубем. Или опять же, какой-то нюк летит, или под горелкой можно блинковаться с включенным худом. До тех пор, пока худ работает и не хит. Кстати, мне кажется, урну зря он деньги потратил на урну в этой игре. Думаешь, зря он просто только раз я уже на себя нажимал и на тиммейтов нажимал. Мне кажется, да. Просто не такой дорогой айтем, тоже статов дает немножко. За 800 голды ты получаешь 2 к броне, эмберриген, полторушечку. Атрибуты, ну и постоянно вот под хил. Урна, это в том числе и фарм айтем, потому что ты подрался, потом, как тут же фармить? Нажимай труд, а ты теряешь хп. Ну и... Урну насягли, быстрый худ, мне кажется, решил бы все вопросы с потерей хп. Ну, может быть, может быть. Худ, фейзы, блазмейл, талант на армор, фейзы и худ. короче, вот эта комбинация, я не знаю, мне кажется, он был... Еще раз худ. Мне кажется, он был бессмертно бегал в этой игре с таким был дом. Ну, приятнее было бы играть петухская мага. Вижен пропал, поэтому сразу его не смог опустить. Много ресурсов потратили, но Акс плотненький. Акс тоже с худом. Еще раз худ в этой игре. Да. Худов много не бывает. Хороший хук. Вот это, вот это Дэнди, я понимаю, Дэнди. Вот такие хуки нравятся всем. А ням-ням очах. Ренщик рассмотрел за медовым пуджом сперва в мои первые игры. В мои первые игры в 2. Сказал, это невероятно сильный герой. Он был настолько мощный, настолько интересный. Потом, со временем моей прогрессирования в дозе, я понял, что герой на медиа хренотенья сейчас такая. Какая-то ностальгия берет. Ты смотришь за медовым паджиком в старом сете. Еще на старой мапе Дэнди бы играл. Я бы, я бы прослезил с собой. Насколько старой? Еще до шрайнов? Еще, думаю, что года 2000 в каком я? В 15-м начал играть. В 14-м, в 15-м. Где-то в этом месте Рошан находился, насколько я помню. Где сейчас Дэнди проходил? Он находился, по-моему, вот хайграунд, который, да, левее чуть-чуть. А потом Рошан находился правее чуть-чуть возле хайграунда Т1-лышки у команды Dyer справа. Сколько раз его переносили? Это было. Было все это. Не, на самом деле, объективно, если посмотреть, Дота реально по мне так лучше и лучше становится. Да, какие-то изменения непривычны для многих, но проходит время и все равно как-то ты понимаешь, что это лучше, чем было. Например, шрайны, которые добавили, через год убрали. Ну, косяки, они как бы, их никто не отменял. Он попробует стоило. Я считаю, что такой экспириенс для Дота в целом это очень важно. И все равно было прикольно. Это разнообразие. Таланты оставили, допустим, попробовали и все поняли, что Таланты это прикольно. Это и различные сборки бустят очень сильно. Разнообразие в Доту добавляет. Ну вот то, про что я говорил. Под кинжал ты не можешь просто даже банально увернуться от хука не смоя от того, что ты его видишь. Замедление половина. Что такое 150, 200 даже МСА для героя это очень, очень мало. Панда типа бездарность. Бездарная панда получается. В Доте так много лоу аккаунтов в моменте игр. Ну тут чела 400 матчей в Силере. Узкая мага 400 побед ну примерно 700 матчей. Думаю, что-то у кого-то смурферы повсюду. Тоже сяще. Она тоже смурф начать качать. Глядишь и у нас знаешь, вот в чем преимущество смурф аккаунта. Вот у у тебя есть основной аккаунт и ты иной раз не хочешь терять ПТС, скажем так. Да, ты дорожишь этим аккаунтом и этими ПТС, которые у тебя есть. А когда у тебя есть смурф, ты играешь на расслабоне и из-за того, что ты играешь на расслабоне и тебе не жалко ПТС, ты играешь лучше. Ты лишний раз не переживаешь, у тебя лишний раз рука не дёрнется. Ну это понятно, У меня-то есть смурф аккаунт, но качать не знаю, прям так, как они толка, сложно, нудно. Разве нет? Черт его знает. Опять же, это их новый мейн, либо это аккаунта на продажу, я думаю, такие аккаунты на продажу вообще офигенно, типа они реально есть прям там 8000 плюс ММР, они реально дофига с друзьями как только компендиум вышел, начали играть. Было бы хорошо, если попал в этим хуком. Камага выкидал. Мы друзьями начали играть в последнее время на смурфе, не бери прям чтобы жестко качать, там было 4 500 и вот спустя недели две, при том, что у меня с триком там чуть ли не 40 игр подряд, ну я приукрасил немножко, на аккаунте 5000 на 39. Ну то есть сложно качать аккаунты, не знаю я, это настолько нудно, вот я сыграю сейчас 5, максимум 6 игр в день в доту, мне уже не хочется играть. Ну это другое, это другое, тут как бы они просто играют, но все равно дофига, им без разницы, что у нас мурфи дофига играть, что на мэне, а когда ты уже, грубо говоря, особо не хочешь столько времени тратить, тут уже другое. Ну сморф, это дело конечно полезное. У меня недавно было впечатление, что вот Дэнди со своим постоянным сформулируем, мысли, защита башка не работает. Дэнди постоянно говорит, что вы стрим снайпер на стриме, ну не только на стриме, просто все хотят его на карте убить. я подумал, что это какая-то шутка, но посмотрел, его реально все убивают на мапе, все за ним охотятся, все пытаются его хлопнуть, почему туда не создаст смурф без приписки Дэнди, без официального тега, играя, не разговаривая, микрофон, папой топ-100, как это делают многие поигроки. Проиграть игру Дэнди равно удалить игру, написал Skymark. Блин, этот комментарий в конце, он прям топовый был вообще, его можно прям на превьюху ставить. Спасибо всем за просмотр, ребят, если вам эта игра понравилась, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока, финальную статистику сейчас вот покажу вам.